Лигма, 100 рублей. Что можно сказать о Немцове, как о политике? Как-никак занимал высокую должность в российском правительстве, был даже возможным преемником Ельцина. Это он, кстати, откопал Навального откуда-то благодаря чему, второй начал свою оппозиционную деятельность. Знаешь, я считаю, что Немцова, скорее всего, ёбанее из-за какого-то его мнимого оппозиционерства, потому что, ну, к тому моменту, как его ёбанее, что он делал-то, в принципе, чем он занят был. Я думаю, что это какая-то между собой нахуй. Он просто с какими-то конкретными людьми, которые тоже могут быть во власти, вполне не поделил что-то очень конкретное. Может, кстати, трогал кого-то не того. Всё-всё бывает. В общем, короче, защита Немецовича не сработала. Расскажи, как относишься к Кацу и Варламову? Оба довольно активно на Ютубе и выступают против войны, но такое ощущение, что неприкасаемое. Ну, неприкасаемое это до поры до времени. В случае с Варламовым, в случае с Кацем, он не в РФ находится, он, по-моему, в Израиле. Ну, стоит понимать, что любой чел около оппозиционных взглядов в РФ на самом деле такая хуйня мурзильная достаточно. В плане Варламова это вполне очевидно. Ну, то есть, про то, что Варламов оппозиционер, это примерно как пожилые бумеры, которые думают, что там Ксения Собчак оппозиционер. То есть, это несерьёзно. Спасибо за 5 долларов. Но мне добавить нечего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!